приветствую всех всем отличной недели сегодня мы с вами сделаем расклад на тему зачем вам дан такой сложный опыт это для тех кто возможно задумывается почему в моей жизни так много сложностей так много препятствий так это колода таро сумасшедшего дома и голубенький камешек а это колода таро небо и земля почему-то они все время склеиваются я держу в коробочке и они все время склеиваются между собой и будет зелененький камешек на эту колоду две позиции сегодня я захотела сделать потому что мне кажется что расклад будет такой достаточно энергозатратный и я чисто физически не вытяну две позиции опять же пока вы выбираете скажу многие могут подумать да вот кто не связан каким-то образом с таро то есть ну почему некоторые тарологи так говорят и насколько сложно смотреть карты да и рассказывать в принципе ты ничего такого особого не делаешь так вот не буду говорить за других тарологов скажу за себя что почему для меня энергозатратные такие достаточно глубокие расклады потому что тот момент когда я интерпретирую карты я пропускаю эту энергию через себя не знаю это правильно неправильно моя особенность либо так делают многие но мне так понятнее энергия каждой каждой карты и если ситуация такая достаточно сложная то ясное дело что я и ну вот эти вот энергии все пропускаю через себя и физические чтобы вы понимали это иногда сравнивается приравняется к тем что вот например когда я хожу в супермаркет и вот и приходится тащить на себе тяжелые сетки туда и обратно вроде бы супер у меня здесь в 10 минутах ходьбы но вот пойти туда купить принести это равнозначно одному раскладу по энергетике для меня ну такого вот сравнение потому что ну я здесь все в магазин и ходите так так или иначе неважно мужчина вы или женщина вот но это вот так при условии того что вообще вся греция ее месторасположение таковое что у нас нету таких ровных дорог как например ну там не знаю москве может быть да может с каких-то других городах россии вот у нас города а и сам само расположение города очень напоминает если вот вы были в израиле до либо были в турции возможно это те города либо там не знаю в испании в плане того что в горку на горку в горку на горку у нас нету так такой равнины не вот поэтому как-то у меня супер так когда спускаешься это хорошо но наверх когда поднимаешься помимо того что ты сам с трудом передвигаешься потому что это на горку и еще и тяжесть но этот хорошая такая кардионагрузка вот я об этом ну что давайте приступим надеюсь вы определились и так позиция номер один зелененькие камешек посмотрим те кто выбрал первую позицию зачем вам дан такой сложный опыт вроде бы сегодня дождик у нас первый дождик намечается за столько времени пасмурная а я уже как-то вспотела зачем вам дан такой сложный опыт вот прям уже вспотела да еще карты не забыли уже спотела зачем вам дан такой 9 карт 9 карт почитаем поле так вот так это суда это сюда два четыре шесть восемь и одну карту вот сюда вот так и вот еще так а ну давайте смотреть вообще общая такая картина вашей жизни вашего жизненного опыта до непосредственно связанной с уроками какова восьмерка кубков восьмерка кубков нам говорит о том что знаете вот ваш путь это бесконечное какое-то движение то есть невозможно как то вот вам остановиться на достижение каких-то успехов то есть всегда когда вы стремитесь к чему-то и вы это получаете вы как будто бы не получаете в полной мере удовлетворения от того что вы имеете то есть вы знаете вот как достигли что-то вот обрадовались на какое-то время и снова себе поставили какую-то цель и идете дальше то есть здесь акцент не на результат акцент непосредственно на сам процесс и при этом ваша путеводная звезда является ваше бессознательное какое-то вот такое лунное состояние когда человек мало понимает куда он идет вообще по жизни в каком направлении куда его ведут но при этом он понимает что ему это надо то есть вы иногда по жизни не понимаете своих действий поступков почему вы это делаете для чего но внутри себя ощущаете что вот именно это я должен сделать либо должна это сделать очень часто вам приходится оставлять то что вы то что для вас ценно дорого то что вы любите здесь сразу могу сказать что проходит сценарий привязанности к людям я не думаю к вещам но вот скорее всего к людям и каким-то ситуациям и вы когда вы ощущаете что вот я как будто бы нашла либо нашел свою вот эту тихую гавань и вот мне хочется здесь быть всегда происходит что-то что у вас будут забирать для того чтобы вы пошли дальше то есть вы по своей натуре не 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 тот человек который любит двигаться по жизни любит но вот как-то не то чтобы преодолевать трудности а человек который хотел бы просто вот сидеть и наслаждаться до жизни то есть по сути вы человек которому мало что ну такой немножечко аскетичный мало что вам нужно в жизни то есть вы можете довольствоваться малом но это мало и она будет либо эмоциональное либо духовное то есть не обязательно здесь вопрос финансов но вот это вот когда эти хочешь сказать немножко в некоторой какой-то степени своей вы ленивый человек да а то есть если вас ну судьба бы не пинал на хочется сказать если бы вас не продвигала по жизни да вы бы не ну самостоятельно как-то не развивались у вас нету такого запроса у вас у вас вообще знаете такое ощущение что вот какого-то конкретного запроса на жизнь нету вот что вы хотите есть люди которые хотят что-то достигать у них есть свои какие-то амбиции а если люди например там я не знаю альтруисты помогают людям до волонтерством занимается есть люди там мы занимается какой-то научной деятельностью вот вы по своей природе такое ощущение что какой-то такой знаете вот водный персонаж умеющий принимать любую форму и адаптироваться под любую ситуацию под любого человека то есть принимать вот как хамелеон до который видоизменяет себя как этот подстраиваясь адаптира и адаптируясь под любую необходимую ситуацию и вот вы как будто бы ваше развитие происходит именно вот в эти моменты адаптации то есть такое ощущение что вот как некий такой странник да вот он идет допустим по лесу окей он взаимодействует с природой он взаимодействует с деревьями да вот как-то общается что-то понимает созидают а потом на его пути просто появился какой-то поселок да либо горд он зашел познакомился там просто потому что дорога проходит вот мимо этого поселка и он вынужден познакомиться потому что ему нужно где-то переночевать и что-то нужно поесть по взаимодействовать с людьми то есть вот как будто бы на вашем пути все время что цепь не вы ищете а как будто бы жизнь вас ищет и трудности вашу же и вы вас ищет и вот здесь вот такое чувство что то куда вы идете вам все время кажется что впереди какой-то путь он непонятный и он сложный да потому что на восьмерке кубоков изображены горы я не знаю куда иду я не знаю что за сложности у меня будет впереди но я изначально себя настраиваю на то что это будет сложности и у меня есть способности это преодолевать его через каждое преодоление и вы как будто бы таким образом развиваетесь цель 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 зачем вам такой вот сложный путь аркан влюбленные зачем он такой сложный путь наверное знаете вот смысл заложенный в аркане влюбленных говорит об познании именно вот этого дуального мира для чего для того чтобы стать человеком разумным для того чтобы что значит человек разумный это означает человек который научился управлять своими инстинктами да когда он не идет на поводу у своих каких-то нужд об и потребностей да а вот его какие-то высокие духовно морально-нравственные принципы делают из животного именно человека то есть не тот который да я осознаю допустим что там ну не знаю курение вредит здоровью но мне это нравится и один раз живу и я буду курить а духовно-нравственные человека которым здесь речь идет в принципе то к чему мы стремимся да тот который понимает зачем я буду разрушать себя нет я смогу овладеть вот этими своими инстинктами своими то есть я выше я управляю не мной управляет а я управляю то есть вот этот путь он дон дан вам такое ощущение что знаете это как будто бы общее какой-то вектор направления из воплощения воплощение того к чему кому мы должны прийти да вот как как говорится по образу и подобию богов либо творца да и вот вот в этом вся принципе задумка и по аркану влюбленных если говорить о возвышенных таких понятиях то здесь цель именно познания мира познания мира дуальности потому что в эдемском саде стоят адам и ева вот и съев яблоко с древа познания да они его увидела до вместе ада садам что ну к ним пришло вот это вот знание что они стоят обнаженные да и изгнав их из сада в мир земной для опознания вот этой вот дуальности для чего для того чтобы в конечном итоге соединить эти две силы плюсовую и минусовую и понять да что мир не делится на черное и белое а это есть совокупность именно вот этих двух цветов либо нету добра и зла только да а есть вот именно слияние как и не янь то есть в одном расположено другое вот вам это нужно опознать и поэтому я могу предположить что у вас путь достаточно сложный по причине того что вы очень часто впадаете в дуальность да причем что я имею ввиду в дуальность именно в крайности крайности одного либо другого полюса то есть возможно первая половина жизни у вас там была такая достаточно активная и может быть там не знаю немножечко революционная то есть ну вот какой-то бунт какое-то желание что-то изменить разрушить а вот вторая половина она будет как раз таки другой противоположность для чего для того чтобы вот вам как раз таки опознать да вот эту вот дуальность то есть ваша общая цель и причем не просто это познать аркан влюбленных помимо определения и выбора он несет в себе смысл вот этой гармонии гармонии и красоты и красоту во вне мы видим не потому что мир красив а потому что наше состояние таково что способствует увидеть заметить эту красоту и во вне но первично она должна существовать пробудиться внутри нас вот это вот ваша большая глобальная так бы сказала задача на эту жизнь почему вы выбираете трудный путь трудный опыт для себя потому что вам нужно прийти к этой внутренней гармонии невзирая на какие-то внешние факторы сохранять свое внутреннее состояние и вот через это состояние видеть красоту этого мира здесь очень серьезный такой опыт кажется что такие высокопарные слова которых я говорю и кто вообще может прийти к этой дуальности но вам это дано и у меня ощущение поэтому я сказала в самом начале что это как будто бы задача не на одно воплощение не вот вы как будто бы этап этап за этапом проходите этот путь из воплощения воплощение то есть вы идете именно к балансу гармония ощущение того что вы идете вот именно какому-то мастерству какой-то мудрости некоторые себе непросветленности понимание именно того как устроен этот мир чтобы прийти к внутренней гармонии что вам мешает на этом пути мешает вам девятка педакли говорящие о том что как будто бы вот знаете опыт опыт который вы накапливаете почему он мешает потому что вам необходимо делать какие-то выводы из своего опыта и двигаться дальше а я сказала уже ранее что вы имеете свойство застревать да то есть застревать возможно в каких-то негативных моментах своей жизни в переживаниях не отпускать то есть вам надо сделать вывод и пойти дальше а вы вот очень много опыта в девятке педакли очень много знаний и негативный аспект здесь по девятке это вот некая такая интровертность и самодостаточность то есть мешает то что вы закрываетесь от этого мира то что знаете вот много всего прожили много всего поняли и как-то вы утратили вот эту вот легкость открытость детскость какую-то для дальнейшего движения девятка педакли нам говорит о том что человек закрывается от внешнего мира он показывает только ту часть себя которую он посчитает нужно показать а все свое внутреннее богатство он держит при себе здесь минус может быть как раз таки то что вы копите копите вот какие-то трудности сложности возможно и не делитесь не не говорите и вот это вот знаете как мешок который каждый опыт это одна картошка и вы прошли вы уже набрали целый мешок вы на себе тащите и и в какой-то момент если вы не делитесь этими этой картошкой эта картошка начинает тухнуть и вот этот запашок противный тухлые картошки он как раз таки и не дает вам он ну жить хорошо он противоречит той гармонии той задачи которые у вас есть вам нужно научиться не только набирать эту картошку но и вовремя ее и делиться с ней отдавать это может быть как негативные какие-то аспекты когда вы взаимодействуете с людьми и делитесь какими-то своими переживаниями в том числе и негативными чтобы облегчить свой труд и свой свою жизнь свой опыт свою боль и с другой стороны возможно какие-то свои знания тоже отдавать передавать это не не про наставничество а это именно про умение взаимодействовать с другими людьми что он помогает в этом опыте помогает вам король кубков помогает именно эмоциональность да вот умение анализировать с одной стороны когда вы закрываетесь по девятке пендаклей вы и в купе с королем кубков вы умеете погрузиться как-то в свое прошлое проанализировать его именно эмоциональную составляющую то есть возможно вот это вот боль переживания какие-то травмы детские они периодически всплывая вы их не просто проживаете а король это мастер воды это тот который умеет управлять своими эмоциями это тот который их анализирует и при необходимости может отказаться даже от того что ему очень ценно и важно но она уже не имеет какой-то перспективы в его жизни и вот как раз к восьмерку кубков первичная до первая карта которой я говорила с чего начала расклад она нам тоже про это говорит то есть помогает вам с одной стороны вы как будто бы где-то застреваете в этом опыте а с другой стороны именно она анализ вот наболевший какой-то ситуации уметь проанализировать ситуацию сделать из нее выводы делает вас как будто бы сильнее с другой стороны именно эмпатичность именно психология понимания психики других людей умение понимать именно эмоции другого человека из другой стороны их анализировать покрывать потребности других людей а то есть предвосхищать то что им необходимо то есть вот то что я говорила в начале про адаптивность вот это вот вода вот это вот гибкость по королю кубков и она вам помогает то есть ваша эмоциональность я помню в каком-то из раскладов я говорила про первую позицию но сегодня у нас только две о том что вы как будто бы избегаете эту эмоциональность но она ваша сильная сторона и здесь у нас идет подтверждение того что король кубков это это ваша сильная сторона это то что вам вам помогает что вас мотивирует вообще по жизни да вот в вашем вот этом трудном сложном каком-то пути я бы сказала как раз таки кризисы умение преодолевать эти кризисы умение выходить еще сильнее выходить еще мудрее вы не просто выходите из кризиса каждый раз когда он у вас случается у вас падают какие-то иллюзии и вы выходите за рамки вашего опыта за рамки своих собственных каких-то возможностей вы становитесь сильнее вы становитесь более как-то вот не знаю мудрее хочу сказать да духовне наверное не совсем правильное было бы выражение а вот я бы сказала мудрее и при этом вы не перестаете как-то вот хорошо относиться к людям да то есть невзирая на какие-то кризисы не знаю предательство сложности вы все равно продолжаете верить в людей вы продолжаете помогать им потому что вот как будто бы вот это вот как какая-то ваша природа вот ведущая ведущий вот этот вот аркан влюбленных до опознания этой дуальности он как раз таки и говорит что вот ваша мотивация после каждой после каждого кризисного момента вы вот как-то вы находите в себе силы преодолеваете и выходите на другой уровень там где все люди считают что все это ваш конец а вы как-то вот ну вас как смогли воскреснуть смогли встать с колен и пойти дальше и причем не просто пойти а повести за собой еще людей показать решение задач как вы это преодолели то есть вы сами идете вы еще и людей за собой ведете до показывая им как вообще можно было ваши бессознательные сценарии они связаны как раз таки с утратами с переживаниями то есть это тоже каким-то образом накладывает свой отпечаток новожизненный трудный опыт почему потому что вот какая-то такая знаете драматизация сценария утраты может быть какой-то вот такой бессмысленности да то есть зачем я что-то буду делать если я так или иначе это потеряю если так или иначе ну вот все проходит да то есть вот иногда когда на вас накатывает какая-то вот волна вот этой боречи да вы как будто бы упиваетесь то есть вот какой-то своей боли вы находите определенные смыслы для себя вот и сценарии здесь даже не драматизация какой-то ситуации а вот именно разочарование такое ощущение что вот этот вот сценарий по жизни у вас причем две пятерки да очень сложные аспект именно роста развития да когда идет разрушение здесь такая знаете как в подтексте марсианская энергия разрушения то есть вы как будто бы я не знаю с одной стороны самостоятельно что-то разрушаете а с другой стороны после этих разрушений вы еще и переживаете почему такое произошло но вы этого не осознаете то есть здесь это бессознательные сценарии говорят о том что поскольку все-таки пятерка кубков что именно разрушаем разрушаем вот это вот какую-то лень какую-то апатию по четверке кубков стабильность то есть вам периодически вот то что связано со стабильностью то что я сказала первично в самом начале о том что вы по своей натуре человек который ну не не поворотливый не в плане того что вы физически не поворотливы а в плане того что ну вам вам не свойственные очень быстрые ритмы по жизни да вот вам должно быть все так плавно гибко комфортно обходить какие-то углы вы можете застревать то есть вот как будто бы ваша природа она такая водная да и она имеет свойства как болото да за залер ляживаться ну то есть лежать застаиваться застаиваться и цвести и поэтому периодически вот этот марсианская энергия бессознательная она проходит как будто бы как энергия свыше до силы которые вас ведут и говорят надо двигаться дальше и вроде бы ничего не предвещало какой-то грозы ничего не предвещало каких-то трудностей сложностей но вот какая-то ваша внутренняя здесь такая линия знаете проснулся одно утро все я это разрушу никто не понял зачем вы разрушили что произошло ничего не произошло все было хорошо все было суперски но вот кому-то что-то сказали разрушили отношения кому-то что-то сделали уволились с работы зачем вы это сделали никто не понимает но вот именно вот этот ваш сценарий он связан с тем что пришло время двигаться дальше и вот какая-то ну хочется сказать спонтанность да вот этот вот порыв вы совершаете и узнаете вот на первый взгляд оно как будто бы необоснованно вы сами удивляетесь но есть некая такая сила которая вас заставляет это сделать опять-таки объяснила для чего для того чтобы дальше двигаться и вот когда вы совершаете уже то о чем я проговорила чуть выше у вас приходит какое-то разочарование зачем я это сделал но вот это вот необходимо было то есть вот как будто бы некий такой знаете вот пинок вам по жизни внутренне что вам нужно сделать если мы говорим о физическом комфорте от жизни удовлетворения умение создавать этот уют то здесь у вас выпадает аркан справедливости человек который обращает внимание на детали человек который я бы сказала достаточно такой минималистичный вы не будете обживаться то есть вы не тот человек который хочет обжиться домом там не знаю недвижимостью либо еще что-то вы мне хочется сказать берете по жизни только то что вам необходимо почему потому что вот ваша потребность того чтобы все было в порядке а когда много вещей такое ощущение что знаете как будто бы много пыли и вот эти вот всякие миниатюрки статуэтки это вообще не ваше то есть самое необходимое такой знаете вот какой-то спартанский образ жизни ремарка кто-то спит либо спал на полу на полу в плане ну я не знаю матрас или что-то такое положили одеяло и легли на полу у кого-то был такой период кто так спал закрываю скобочки потребность потребность вот очень сильно на вас влияет как раз таки энергия правильности вот какой-то да вот это вот для вас прям очень-очень важно опять таки мы говорили про аркан влюбленных да про некую такую дуальность и в аркане справедливости у нас тоже присутствует дуальность да то есть умение гармонизировать ментальное и эмоциональное эмоциональные слои вот своего вот этого вот кокона да свои вообще жизни то есть бесконечная какая-то такая понимаете здесь нету сомнений в плане вот что выбрать это или это нет здесь не совсем про это здесь у вас вообще не стоит как будто бы вопрос выбора вы как-то знаете здесь вот вас судьба ведет вам очень редко приходится что-то выбирать то есть такое ощущение например если эта тема касается отношений вашей жизни появляются люди вы никого не ищете они сами появляются на вашем пути и вам выбирать по сути единственное что нужно это войти в эти отношения либо не войти в эти отношения но опять-таки не войти не получается потому что опять какие-то ситуации случаются вот я говорю такое ощущение что вот вы как будто бы транзитный пассажир да вот вошли в этот поезд и вот куда поезд идет туда он вас и повезет то есть вас нету выбора пойти налево-направо у вас есть как будто бы выбор насколько вы будете включены в этот момент либо не будете включены то есть запоминаете ли вы то что вы проживаете налево-направо посмотрев в окна либо вы как-то включены в самого себя и жизнь проходит мимо вас здесь говоря о физическом комфорте да я в том числе и о финансах я могу сказать что финансовый аспект здесь не столь важен для вас именно как для личности здесь больше какой-то вот вы акцент делаете на развитие себя через эмоции через то что вы проживаете здесь больше какой-то вот психическое развитие идет нежели как-то вот какой-то земной да там в плане того чтобы поставить какие-то себе амбиции и цели чтобы их достигать но при этом по аркану справедливости здесь такое ощущение что вот ваш комфорт до в доме он присутствует то есть у вас не просто минимализм но все что стоит в вашем доме то как она стоит она имеет какую-то смысловую нагрузку то есть это не какой-то хаос а это а упорядочность и причем не просто упорядочность а здесь вот как будто бы знаете какие-то вот правила вселенские правила здесь нужно понимать почему это стоит на этом месте вот не случайно здесь как будто бы есть какой-то вот расчет понимание причинно-следственных связей если мы говорим об интеллекте нашим да то есть вот то как мы реагируем возможно на жизнь до либо даже не только к реагируем а вообще как протекает жизнь через нас то как мы взаимодействуем с этой жизнью какие мы принимаем решение то здесь вот опять таки выпадает ваш кубка говорит о том что решение вы как будто вы принимаете какие-то спонтанные и причем знаете на уровне нравится не нравится моё не моё то здесь очень много а вот у нас ну пока пока выпало два великих аркана и выпало раз два три три 4 4 кубковых карты то есть показывающий как раз таки эмоциональный ваш план именно вот как-то знаете ощущение того что вам нужно изначально да то есть вот вот это вот драма который вы создаете когда я говорила про эмоциональный ваш фон вашего бессознательного до страхи страхи того что вот я что-то потеряю страхи что вот я что-то упущу страхи того что вот я что-то не проживу да вот вот эти вот страхи очень влияют на определение и на принятие вашего какого-то решения потому что пашкубков это такая юная энергия я бы сказала зарождающей любви человека который познает этот мир через любовь через прекрасное это человек который будет всегда желать нравится что ли другим людям будет как-то подстраиваться по других людей почему потому что это вот как будто бы человек который питается эмоциями других людей то есть ему не столь важны подарки сколько эмоции которые через них получаете то же самое не столь важно какой подарок он подарит другому человеку то есть я имею ввиду у стоимости важно чтобы угодить другому человеку не просто чтобы получить потом похвалу какой-то молодец а именно когда ты даришь подарок это видишь улыбку на лице другого человека это это наполняет себя это придает себе какие-то крылья вроде ты отдаешь но вот то что получает другой человек от того что ты отдаешь это вас очень сильно наполняет придает этому какой-то смысл если мы говорим о внутреннем вообще вашем ребенке и внутренним родители то я могу сказать что вот ваша внутренний ребенок это действительно ребенок пашкуков это очень талантливая такая личность которая может что-то придумывать может творить это человек ну знаете творчество искусство у нас выходил как раз влюбленный да то что вот я говорила о красоте о гармонии вот вас есть это да вас есть этот потенциал именно этой красоты который можно ну я не знаю по необходимости как-то развивать если вам это нужно и взращивать в себе а если мы говорим про внутреннего родителя то у нас здесь по аркану справедливости как раз таки это такой знаете строгий бескомпромиссный родитель который говорит о том что если надо я похвалю себя то есть здесь как будто бы какая-то знаете достаточно здравая оценка самого себя до понимания именно того как я поступаю хотя внутренний ваш критик да когда включается папажу кубков он может как-то ранить себя вот здесь вот знаете с пятерка кубков этот фонит вот этого возможно это было как-то более раннем возрасте мне кажется сейчас по энергиям уже это в меньшей степени но вы сами себя как будто бы критиковали вас очень много требования по отношению к самому себе и здесь опять-таки зашит этот сценарий разочарований да то есть вы как будто бы сами создаете вот на сценарии вашего бессознательного что мне нужно разочаровывается ну то есть все время когда разочаровываетесь в людях ситуации в достижениях своих каких-то в успехах даже вот вы все время себя начинаете критиковать вы очень требовательно к себе относитесь и вы сами себя ранить и вы сами себе делаете больно почему потому что вот это вот потребность по пятерке кубков пострадать а как у а какой-то утрате а она здесь смотрите она вас постоянно включает и притягивает к вам аналогичная ситуация с одной стороны вам от этого дискомфортно но если мы смотрим на вещи через призму двух сторон медалей а я никогда не смотрю с одной стороны да в принципе тару никогда и не показывает однозадачно да то есть только вот либо хорошо либо плохо то вот опять-таки включая эти страдания вот вы просто выбрали знать как-то познаете мир через какие-то страдания но через страдания такие не по умеренности они по повешенному либо по тройке мечей а именно по пятерке кубков как вот знаете утрата утрата что-то здесь мне как будто вы знаете фонит здесь энергия аркана смерти да что вот возможно вы и дружите со смертью в плане того что вот вас смерть как будто бы она не пугает как будто бы всю свою жизнь идете вот с этим понятием смерти в плане того что все проходит все проходит это тоже пройдет все завершается ничего не может быть постоянно вот это вот со временем у вас пришло более раннем возрасте вашей жизни вот вы очень сильно этим какая-то ранимость да может быть даже где-то какая-то мнительность чувствительность она причиняла вам некий такой дискомфорт вы очень близко все принимаете к сердцу но опять-таки здесь ощущение того что вот как будто бы в этом воплощении вы проходите именно крайность связанные с эмоциями не с логикой а именно с эмоциями то есть все что вы познаете да вот вам как будто бы даже надо познать все крайности да может быть там наивысшую степень горе мне бы там знаете какие-то крайности иногда бывает может быть в детстве вы впадаете в какую-то иллюзию драматизма что это вот все это конец света там с кем-то растали что-то потеряли особенно если вы теряете людей на людей я имею ввиду в плане кто-то ушел физически ну просто расставание либо это может действительно физическая смерть и вот здесь вот вы как будто бы знаете упиваетесь в негативном ключе вот этим горем да то есть ты ушел и меня оставила теперь у меня жизнь закончен какая-то какой-то драматизм проходит да но вот этом тоже есть свои какой-то смысл для вашей души именно познания то есть вот познание себя через вот такие вот переживания конечно же со временем все эти эмоции они угасают и краски яркость этих переживаний и вот когда остается в холодном осадке тогда вы начинаете это анализировать и вот вы выходите из этого состояния сильнее какие-то вот более обновленные возможно вам люди говорили что вот в принципе другого человека бы эта ситуация сломала а вас нет и последняя карта а семерка жезлов здесь говорит о том что она как-то у меня знаете пересекается вот с девяткой педаклей и с пятеркой педакли из восьмеркой кубков здесь речь как будто бы идет о том что как сценарий показали что когда наступает какой-то кризис вы закрываетесь от этой ситуации начинаете отстаивать свои какие-то границы свою точку зрения нежелание взаимодействовать с другими людьми анализируете возможно этой ситуации потом восьмерки кубков двигаетесь дальше почему вы закрываетесь но очень часто знаете вы закрываетесь для того чтобы определиться как-то с тем что еще расскажу вы не определяете свой путь вы определяете всегда свои внутренние желания того что я хочу что мне надо либо что мне не надо свои собственные желания только в том случае вы закрываетесь для того чтобы принять какие-то решения да все просчитать все проанализировать для того чтобы сделать какие-то выводы вот вы умеете сделать выводы из из какой-то ситуации для чего мне это дано вот вы как будто бы видите эти смыслы да вы понимаете и вот знаете каждый раз когда вы делаете какие-то определенные выводы именно в этот момент вы растете в момент когда у вас происходят какие-то инсайты в момент когда вы проанализировали что-то не вот и что ты вынесли какой-то урок из ситуации вот в этот момент вы растете на самом деле вы энергетически это можете даже ощущать и вот это вот люди во внешнем мире как раз и видят что вы воскресли вы восстали то есть вы встали с колен и пошли дальше и вот это вот метафоры как раз показывает про энергетический рост ну вот как то так у меня по первой позиции в принципе я могу сказать что сложный путь является ли ваш я не могу сказать что вот ваш путь он является сложным да то есть есть ситуация намного сложнее намного в жизни у людей да то есть вот бывает вот прям я не знаю что-то такое ну намного сложнее чем ваш путь ваш путь сложный знаете чем не какими-то ситуациями то есть например ситуация там не знаю человека посадили в тюрьму он утратил всю свою семью там убили или еще что-то вот какие-то разные такие ситуации у вас таких ситуаций не было у вас ситуации они какие-то вот более трудно и с точки зрения психологии я бы так сказала то есть они как будто бы знаете вот давит на вас морально то есть здесь нету того что там потерял дом либо там ну я не знаю как-то в попал в плен нету такие у вас какие-то психологические то есть может быть ситуации когда не знаю работаете на работе а там есть какое-то вот психологическое давление и вы не можете уйти с этой работы почему потому что ну вам необходимо финансово вынуждены работать либо вы вынуждены терпеть знаете вот здесь какое-то такое вот может быть издевательство над собой моральное подавление унижение вот ваша жизнь она такими моментами наполнена там я не знаю может быть ну вот в плане религия очень так ограничены вы в своем каком-то поведении особенно если вы например женщина да вот и вы вынуждены как будто вы знаете не то чтобы страдать но в кавычках скажу страдать просто потому что у вас нет таких прав как например есть права у мужчин то есть не знаю может быть вас на работу не берут туда где например в какой нибудь другой части нашего света до нашего шара люди но имеют равные права с мужчинами да вот вам приходится все время что-то доказывать то есть вот здесь какие-то такие аспекты больше моральные здесь больше давление здесь нету физических каких-то трудностей но вот именно еще раз говорю как будто бы вот какие-то моменты когда другие люди могли бы сломаться этого как знаете попадаете в плен и начинаются пытки и вам также сложно как и другим но вот из-за того что есть там я не знаю дали слова о том что я не смогу допустим там придать не знаю как как каких-то ну своих людей и вот я готов как говорится умереть пожертвовать собой но никогда не придам я не скажу то что я не должен сказать то есть почему потому что я дал слово вот это вот морально-нравственные принципы они у вас очень сильно развиты и вот другие блюди уже сломались и высказали все а вы нет вот вы держитесь до самого конца то есть вы тот человек который еще расскажу легко сломать психологически невозможно если такое происходит это только потому что вы этого захотели то есть вы тот человек который чисто психологически вы как будто бы знаете но не стираем и хочется сказать да вот вы выживаете у вас есть вот это вот жажда к жизни любовь к жизни вы выживаемые на вот у вас именно вот этот вот инстинкт выживаемостью очень хорошо раз и я могу предположить что возможно то что было связано как-то с родами не вашими они были какие-то сложности либо беременность у мамы была какая-то такая сложно но вы выжили как показатель того что либо вот первые месяцы тоже такое может быть как вы родились владеем в младенчестве не то есть болезнь какие-то но вы выжили то есть вот как будто вы знаете вы по натуре я рассказывала здесь про кубки но вы не мягкий человек ну не мягкий мягкий но вы не амебный вот так скажем вы не бесхребетные у вас очень сильный внутренний стержень у вас есть правильные понятия и законы правила по которым вы живете на вы очень структурный человек с внутренним стержнем очень мощным внутренним стержнем такая вот у меня была первая позиция надеюсь я смогла донести вам ответ на вопрос зачем вам дан был такой сложный опыт такой знаете вот мне какая-то такая мягкость на ваш на вашу позицию мягкость но при этом вот какая-то такая знаете женственность что ли вот это вот кубкова с которой мы говорили такая обкатывающая энергия но при этом водопад например да там не знаю ниагарский вот или виктория его нельзя назвать что он такой слабый на потому что мощь все равно присутствует вот здесь что-то такое да мягкая эластичная гибкая но при этом очень и очень мощная здесь какие-то такие энергии ощущается и на дне колоды мне аркан мира выпал человек хочется сказать вы человек мирный миролюбивый человек который жаждет вот это вот единение почему опять-таки аркан мира это соединение это уже соединившая энергия активная и пассивная то есть здесь уже есть слияние гермафродит соединение двух противоположностей двух сил то есть это уже присутствует так позиция номер два голубенький камешек смотрим вас двоечки зачем вам был дан такой сложный сложный этап вашей жизни здесь как как елочку почему-то мне хочется для вас выстроить такая 42467 ну да 77 карт колесница движение продвижение общая ваша энергия вашего пути шестерка мечей я сказала про продвижение на шестерка между мечей дальнейшее движение на я выбрала почему-то именно для вас эту колоду тару сумасшедшего дома в этой колоде шестерка мечей говорит о том что сумасшедшие входит в ванну вот оглядывается назад на медперсонал который за ним наблюдает чтобы он как-то сам себе не навредил потому что ванна наполненная водой и вот желание этого сумасшедшего как-то вот погрузиться в эту воду до для того чтобы погрузиться как-то в эти эмоции для того чтобы избежать чего-либо то есть вот здесь желание по шестерке мечей не то чтобы как-то двинуться а вот именно вот это вот движение вперед она идет как будто бы через погружение в себя от того что реальность которая есть она мне не нравится и я ее избегаю и вот это вот избежение и избегание и одновременно движение вперед она идет вот движение как замещение да то есть и мне не нравится реальность внешний мир и я его избегаю погружаясь как-то вот в себя в какой-то свой внутренний мир и это тоже есть движение поэтому ваша общая энергия она какая-то такая знаете с одной стороны вроде бы я жажду какого-то какой-то новизны до обновления чего-то что я хочу получить я создаю вот эту вот иллюзию только вы не идете во вне а вы идете внутрь себя вы идете в глубь себя почему потому что вера фант потому что вам кажется что даже не кажется потому что ответы есть внутри вас и вы погружаясь в глубь себя здесь ощущение того что вот ваш путь сложный для вас с точки зрения того что вы не внешний мир исправляете а вы исправляете себя вы работаете больше над собой над понимание над пониманием своей какой-то вот истины то во что вы верите то что вы транслируете то есть когда вас что-то не устраивает во внешнем мире вы начинаете искать решение внутри себя то есть что не так во мне почему это произошло ну кто-то это называется самокопание я бы не сказала что это самокопание потому что вы не погружаетесь так глубоко в себя а здесь вы скорее всего по аэрофанту стараетесь чисто интеллектуально найти ответы на необходимые вам вопросы исходя из каких-то норм да то есть вот например что-то произошло в вашей жизни и вам кажется что это не совсем правильно и тогда вы обращаетесь как будто бы к внутренней своей энциклопедии и ищите тот том который будет говорить о том что вот это вот поведение она не нормально либо наоборот она нормально и таким образом вы как будто бы сами себя успокаиваете в правильности своего поведения и дальнейшего пути то есть насколько я правильно поступаю у вас есть какой-то внутренний ориентир ваших собственных действий и он связан он какой-то знаете традиционный он достаточно традиционный такая знаете сразу запнулась здесь в этой колоде и рафант изображен сумасшедшим который набросил на себя покрывало сделала значит на голове из газеты шапку встал на стул на одну ногу на левую ногу на ногу нашего бессознательного до правая у него в воздухе он вроде бы шатается но при этом он то есть любой момент его может пошатнуть то есть его убеждения они не столь не столь прочные они могут пошатнуться но внизу стула вокруг кружат мыши да то есть ему в важно передавать какую-то информацию до главное чтобы была какая-то аудитория которая будет его слушать но при этом вот его убеждения они такие шатковалки они в любой момент могут претерпеть некие такие изменения и вот то что вот я сказала вот ваша жизнь вообще ваш путь почему он сложный потому что он все время претерпевает какие-то изменения причем это могут быть очень кардинальные перемены ну например я не знаю вы вас крестили но вашим на вашем пути встретился мужчина другой религии там я не знаю иудей либо мусульманин да и вот вам пришлось сменить вероисповедания исповедания для того чтобы быть с этим человеком либо вы верили во что-то одно но потом как будто бы вот вам показали другой момент и вы начали верить в это вот здесь все что связано с верой это вот ключевой какой-то момент вашей жизни одна из причин почему ваш путь вот такой сложный может быть вы где-то сомневаетесь в себе да то есть вот сомнение отсутствие веры недостаток этой веры в самого себя либо в дальнейший путь и вот ваша жизнь она вращается вся вокруг вот вот этой вот этой истории да верю не верю сомневаюсь перепроверяете какие-то свои взгляды убеждения обращайте внимание на взгляды других людей то есть знаете как как человек который выходит мир собирает какую-то информацию об этом мире да а потом закрывается в своей комнате и начинает делать статистику да вот как некий такой социальный опрос произвел а потом не надо это все систематизировать для того чтобы ну там понять проценты в плане ответов да как-то вот структурировать ответы например население на какую-то определенную тему вот ваша жизнь она вся такая она кругу вращается вокруг этого вроде бы я иду вперед и в то же время я никуда не продвигаюсь вот здесь вот такой вот интересный момент но во внешне может быть я и не продвигаюсь но внутри себя да такое есть есть такое ощущение что узнаете вы кому-то вы не можете показать никому свой картинка такая улыбаясь картинка такая знаете вот как будто бы в гости кто-то к вам пришел вы показываете свои сокровища ваше сокровище это вот такой круглый аквариум а в нем красная рыбка и она одна и она для вас такая важная и вот ваше желание знаете я покажу тебе свое сокровище да и показываете этот аквариум и это так важно для вас это так значимо это все ваше богатство вся ваша красота то здесь прям такие смыслы глубокие для вас другой человек смотрит и думает ну ну аквариум как аквариум что здесь такого особенного до что ты что ты из этого сделал какую-то вот прям такую мистику а вы ну как-то не понимаешь ведь в этом есть то я не знаю как-то образно и вот это вот вы начинаете горячего вот это вот наша вселенная через метафору с этим аквариуму том круглый рыбки это мы это наше существо мяне то есть здесь вы понимаете начинаете разворачивать какой такой вселенной вот сидит человек на вас смотрит и думать вроде бы правильно говоришь но есть в себе какое-то сумасбродство что ли что-то не совсем нормальное ну не не то чтобы неадекватное но ненормальное в плане не похожести до не похожести на других людей вот с этим вы очень часто сталкиваетесь своей жизни для чего ваша жизнь вот она вот такая вот с такими трудностями сложностями семерка кубков так интересно в первой позиции был аркан влюбленных до для понимания мира дуальности а у вас семерка кубков как раз таки говорит о выборе только это младший аркан да тоже выбор тоже определение определиться с тем что я хочу со своими какими-то потребностями и хочу ли я этого и нужно ли мне это знаете вот вы как будто бы каждое свое желание вы рассматриваете сферично вот вам вроде бы и все нужно и в то же время ничего и я как будто бы знаете вот вы проживаете для чего вам нужен этот опыт вы проживаете эту жизнь встречаетесь с какими-то не знаю ситуациями и вам хочется допустим вот хочу машину да ну понятно для чего потому что этого средства передвижения там удобно комфортно детей в школу отвозить и так далее там на работу ездить вот хочу например там я не знаю славу признание на работе это тоже в принципе понятно а потом наступает какой-то такой момент когда вы говорите а не что-то не очень-то и хочу это ну то есть это настолько все бренно должно быть что-то другое вот здесь как какой-то такое знаете ощущение что вот вы живете живете мирской какой-то жизнью обыденной а потом что-то вас пробуждается такое нечто ну я знаю мистическое духовно эзотерическое вы говорите да нет мне это не надо и вот потом впадаете в какой-то такое знаете вот дуально что ли я не знаю что мне выбрать да каким путем пойти то есть вот это вот дуальность опять-таки то что у нас есть шестерки мечей внешний мир либо внутренний мир а что мне выбрать выбрать мирскую жизнь обыденную как все либо вот то что есть внутри меня такое вот ну не совсем обычно они не не такое как у всех очень часто а знаете вот такие планы у вас большие наполеонские хочется сказать но вы мало что из этого реализуете но при этом вот мечтание она как будто бы вам компенсирует невозможность вашу реализоваться в этом мире вот вы как будто бы не можете найти свое место в этом мире и я не знаю ну не можете например зарабатывать деньги и большую сумму условно говоря и вам проще об этом просто мечтать но мечтали на то и созданную мечты что они никогда не реализовываются это не цели цели могут реализоваться потому что вы их можете превратить в действие а мечты очень редко опять таких нужно все равно перевести в цели для того чтобы они реализовались но при этом приятно мечтать то здесь как будто бы компенсируется какой-то какая-то психическая несостоятельность да то есть я в этом по мечтаю мне как-то хорошо да то есть я как будто бы ну я это прожил пускай не в реальном мире но прожил то есть психика находит какой-то вот выход от вот этого не своего своей несостоятельности невозможности иметь то что мне необходимо и вот здесь вот вам как будто бы нужно определиться а что тебе надо и действительно ли то что ты хочешь это нереально получить да может быть это все-таки реально и ты не получаешь из-за своего какого-то аэрофанта из-за того что есть какие-то свои например здесь очень много возможно есть некие такие ограничения я не случайно указала на религию что вот ну вот это например там я нельзя не знаю например свинину мы не едим потому что нельзя и там вегетарианцы только мясное молочное такое нельзя допустим только фрукты и овощи вот ну вот что то здесь такое здесь очень много запретов но при этом потребность в этом вашей психики она нужна и вы ее должны как-то компенсировать есть очень много разных сценариев могут быть в плане того что в чем вы себя лишаете и для чего вы это делаете если задуматься для чего вы это делаете ну кто-то может сказать например я люблю животных и я их не хочу есть да но при этом какая-то вот у вас внутренняя не знаю может быть какая-то болезнь вам не хватает белков и при этом вы вам говорят что эти белки белки они могут быть только животного происхождения например растительного но они а они вам не подходят ну какой-то такой резина болезнь какая-то такая вот но вы все равно допустим выбираете продолжать не есть животных потому что вот это противоречит вашим каким-то принципам то есть вот здесь вот какие-то противоречия связаны еще даже с вашими рамками да вот они присутствуют четверка мечей здесь знаете очень много моментов вашей жизни с чем связаны трудности сложности с вашей иллюзорностью ощущение того что вот вы как будто бы не совсем понимаете этот мир вот как-то вот воспринимаете его не через призму физики а через призму какого-то mental это мы вроде бы живете физическом плане да а очень много времени можете проводиться там не знаю в медитации в каких-то фантазиях мечтаниях то есть очень мало действий очень много как какого-то такого знаете может быть ожидания того иная когда я усну например да потому что во сне я могу ощущаю себя более уверенным там есть на астральными какими-то путешествием занимаюсь и вам это больше нравится ощущение того что вы как будто бы избегаете эту реальность я сказала вам шестерки мечей да что здесь избегание реальность семерка кубков у нас про это говорит четверка мечей в этой колоде изображен человек который лег спать на кровать и вот сон пришел к нему и он воспарился в горизонтальном положении он находится над кроватью вот во сне он видит вот летающие таких же людей как он в астральном путешествие и ему сложно определиться до сон это либо явь и вот и рафан тоже мне здесь вот в данном раскладе указывает на некую какую-то вот такую иллюзорс вот это вот мораль да она прекрасна сама по себе но она не всегда как будто бы вот эффективно именно физическом плане то здесь вот очень много трудности ваша с этим вашего пути с этим ты связано что очень много иллюзий того как то есть то как вы что значит иллюзия то как вы смотрите на мир это каким он является на самом деле это большая разница и здесь не то что вы не видите а вы осознанно закрываете глаза на реальность и выбираете для себя то есть вы как будто бы в физическом мире живете как-то там я не знаю в каком-то ну тонком плане то есть вроде бы тело ваше здесь вот а душа все равно она куда-то улетела она не входит в это тело ей ей не нравится здесь и вот смотрите опять таки девятка мечей до страхи тревожность волнительность здесь тоже также очень прям вот четко показано сидит человек натянул на себя на на голову майку то чтобы закрыть свое лицо то есть опять-таки побед вы все время сложно создаете что вы убегаете от этого мира давайте посмотрим а почему почему вы убегаете в чем причина а вот причина как раз таки в император да здесь вот лакерафанта здесь император именно вашей какой-то закостенелости а отсутствие гибкости отсутствие лояльности отсутствие знаете здесь очень много знаний и я не исключаю что знания и ваш опыт он имеет под собой какую-то базу то есть вы не просто так во что то верите но вот то во что вы верите это мешает вашей физической жизни там условно говоря возможно у вас какие-то морально-нравственные устои слишком высокие да то есть вы допустим стремитесь какому-то идеалу до на то и идеал чтобы к нему стремились но все равно как будто бы надо этот идеал как-то адаптировать под жизнь под реальность до под реалии нашей жизни чтобы вам было комфортнее а вы отказываетесь это сделать не вот это вот вас разрушает здесь император он сделан из мрамора и половина это его тело мрамора она уже треснула то есть его вот это вот закостенелости у него у левой ноги этот бетонный мяч сделаны в виде земного шара то есть бессознательное да это то что еще пока живо но при этом одно одно такое устойчивое и она достаточно тяжелое это то что его и кори то есть вас здесь как будто бы вот это вот именно тонкий план он но он мешает мешает в плане того что он вы сюда пришли не для того чтобы проживать в тонком плане а для того чтобы прожить и познать физический мир в тонке вы так или иначе вернетесь после физической смерти но вот вы как будто бы знаете вот некое такое застревание да вам там комфортно вам там понятно там другие принципы да там другой друг другая жизнь но вы же здесь вы же родились не случайно физическом теле вам этот опыт для чего-то нужен а вы его избегаете возможно жизнь для вас такая слишком сложная тяжелая я жестокая может какой-то степени я не отрицаю но опыт это тоже необходим для вашей души для чего-то и вот вам вот это вот все мешает вот это вот как краски знаете конкретика да то есть здесь изображен император виде еще и наполеона да то есть такой некий наполеон со своими устоями которые уже не не нужны никому в первую очередь ему потому что это он сам разрушается разрушается от своих каких-то своей какой-то вот не мобильности что ли постоянстве своем каком-то ну вот и дополняет прям карта десятка кубков я вам сейчас покажу просто эти карты чтобы вы понимали что они все говорят как-то так интересно карты легли про некую такую иллюзорность у меня есть на на канале на главной странице этот плейлист который называется обзор моих колод там есть и колода сумасшедшего дома обзор я делала вот посмотрите там просто виднее будут эти карты да это вот десятка кубков девятка мечей и четверка мечей вот посмотрите их вот посмотреть те карты вот это вот карта это десятка кубков здесь также человек вот как и на четверке до лежит на кровати видите и он здесь соединяется со своей душой со своим идеалом а здесь он как будто бы просто парит а здесь убегание то есть все эти карты они как раз таки и говорят о том что сложность вашей души связана с тем что вы ищете идеал меня такое чувство вот если подытожить да я скажу что вы как будто бы ваша высшая я видела этот идеал но увидела его на энергетическом уровне на на уровне души и она как будто хочет привнести этот идеал в физический план то что мы говорим до от ухотворения некой материи но у вас это не получается почему потому что мир физически который мы живем он неизменчив и в этом его прелесть потому что это является той площадкой для наших душ то есть он по сути своей он одновременно эстетичен и развивается то есть как деревья они вроде бы есть но при этом они растут но они есть они никуда не деваются то есть неважно сколько тысячелетий пройдет деревья всегда камни они всегда остаются до не могут передвинуться но они остаются то есть есть мир наш устроен таким образом что вот реальность она как будто бы статичных и вот вы как будто бы хотите эту статичность никого а разрушить и у вас это не получается и вместо того чтобы разрушить вы разбиваетесь сами некую такую стену с которой вы сталкиваетесь и периодически я то что я говорю здесь одно такое достаточно возможно ну в духовном контексте да но если вы перенесете на свою реальную жизнь вы увидите что так или иначе вы сталкиваете всегда с людьми которые если вы им например говорите что да какая разница это животное либо это человек насилие есть насилие и неважно это будет насилие над природой это будет насилие над ребенком над стариком так себя вести невозможно и вы постоянно будете сталкиваться с людьми которые будет достаточно жестоки и вот вы в плане насилия будете с этим сталкиваться будете бороться да то есть здесь вот по сути через вот это вы как будто бы боретесь самим собой не в плане того что вы насилуете сами себя а вот в плане того что у вас и вот эти две они как раз-таки противоположные вот эти два аркана это иらфант а это император и они между собой они между собой как будто бы борется хотя на древо жизни они стоят на одной колонии первичную у нас идет ирафар и ниже у нас идет как раз кино колония билла колой колониями милосердия это на дерево жизни с правой стороны колона как раз кино стоит император то есть и фант он выше императора император это такое но архетип более земной ирафан это более такой скажем так духовный для понимания вот то есть это небесные правила свод правил а это вот земные земной свод правил и они у вас постоянно конфликтуют здесь через именно некую такую иллюзорность и вот это вот единственная я бы так сказала и очень такая основополагающая причина почему у вас идет несостыковка то есть вот духовный мир и материальными вот это вот периодически идет некий такой конфликт и он проходит через разные такие моменты связанные как раз таки с вашей идеализации нежеланием проблема заключается почему конфликт духовный мир вы поняли а земной нет и вам хочется знаете как вам хочется земной мир сделать таким же как и духовный а это не совсем необходимо почему потому что должно быть противоположность для равновесия баланса должна быть противоположность но вот ваше желание сделать земной мир таким же возвышенным и духовным если вы задумаетесь то тогда будет нарушена гормония и что вам нужно будет сделать чтобы пребывать в этой гармонии вам нужно познать этот мир физический мир без убеганий без испугов без каких-то переживаний без иллюзий просто захотеть захотеть узнать захотеть возможно узнать как живут люди которые действительно такие заземленные приземленные ну то есть что ими движет что имя мотивирует почему вообще здесь такое ощущение что душа ваша она для этого то и пришла до где-то в какой-то степени облагораживать этот мир до через духовность через свой внутренний свет но вы этот свет сейчас не излучаете почему потому что ваше отношение к физическому миру она немножечко обесценивает его потому что она идет в противовес тем принципам которыми вы оперируете по жизни но прежде чем ну вот быть таким высокоморальным человеком до желательно было бы сначала ну познать то есть элементарно когда кто-то ворует проще конечно же осудить этого человека потому что он греховный но мало кто задумывается что сподвигло почему его жизненный опыт привел именно явился следствием вот таких поступков что какие травмы он несет в себе и мы как правило нам людям вообще не интересно жизнь другого человека нам проще его как-то вот осудить что-то негативное сказать чем заинтересоваться и узнать другую вселенную другого человека другую вселенную почему потому что мы со своей разобраться не можем и себя не понимаем и поэтому как мы можем понять другого человека и что им мотивирует и вот здесь вот как будто вот такая знаете вот общая рекомендация вам о том что что вам поможет что вам облегчит этот путь вот четверка кубков как раз таки вот смотрите что я сказала да как поле работает синхронно мы видим значит на этой фигуре на этой карте человека который стоит в одном помещении он значит здесь отошел к стеночке и есть четыре окна и внизу крылья да вот здесь вот крылья четыре стороны света и вот здесь крылья то есть он может вылететь да в любое окно крылья у него есть способ у него есть у него все есть но он не желает да вот это вот как раз ки знаете как некий падший агил до упавший с небес метафора не случайно аллегория упавший с небес для того чтобы познать этот физический мир а вы это не делаете вы это избегаете даже какое решение вот то что я краски сказала надо захотеть узнать этот мир захотеть понять как живут люди но которые не живут теми правилами и теми установками которые живете вы те люди которые не верят в то во что верите вы именно вот это вот включенность в этих людей и интерес она поможет вам расширить помимо того что вы научитесь проживать физическом мире она поможет вам и прожить вот расширить свои границы то есть возможно вы узнаете что-то что вас тоже заинтересует и вам ну вот вы как-то откроете этот мир по-другому то есть вы знаете одну сторону а вот именно через этих людей вы сможете узнать какую-то другую сторону этой жизни и вот вам это может даже в процессе очень и очень понравится например если вы живете я не знаю ну выбираете больше читать литературу духовную а тут друг вашей жизни появился человек который там не знаю в банке работает до либо на бирже и вот вся его жизнь окружена именно цифрами окружена финансами возможно каким-то стрессом и узнавая его мир я не говорю проживая а именно узнавая через диалог через беседу через то как ты живешь этим миром да то есть почему ты выбрала это что тебя увлекает а что есть в этом прекрасного что не вижу я а что есть полезного в этом что какую выгоду я могу от этого получить что новое я могу узнать если задавать себе такие вопросы вот именно в диалоге с таким человеком вам расскажет он вас заинтересует этим миром и он будет также гореть как вы своим духовным и возможно вот произойдет какое-то внутреннее обогащение тогда ваш император и аэрофан они как и не я очень хорошо впишутся да и вы найдете свою внутреннюю гармонию и у вас не будет тогда необходимости в побегах и вот таким образом вы сможете заземлиться это один из вариантов которые вот я по крайней мере сейчас и в этом раскладе вижу таком я был для вас расклад на мой взгляд такой достаточно интересный вы мне скажете вам было интересно или нет так на дне почему улыбайся нас восьмерка кубков тоже побег да то есть лежит человек вот он расстроен огорчен и вот он фигура его значит тени он отвернулся к стеночке и смотрят на свою фигуру на свою тень да и этой тени руки завирают но заворачиваются как птичка да то есть полет убегания на то есть опять опять хочу убежать вот задумайтесь от чего вы убегаете и самое главное для чего вы убегаете что вам это дает какая в этом есть вторичная выгода а я с вами прощаюсь желаю вам всего самого наилучшего прекрасной отличной недели следующий расклад у нас будет как раз таки про сентябрь месяц что она ждет в сентябре и последующие расклады ближайшие да на одну позицию формате рук вот тоже такие глубокие темы я для вас придумала у меня в принципе тематика двух моих каналов этого и второго канала с короткими роликами кто еще не подписан ссылка на этот канал есть в описании к этому ролику прописано до конца сентября то есть я до конца сентября каждый день знаю какие темы я буду записывать но если у вас есть темы которые вы можете продолжить они будут интересны другим с огромным удовольствием сделала а я прощаюсь с вами знаете сегодня меня прям переполняет такая нежность такая любовь к вам такая теплота знать вам что-то такое ну не знаю материнское что такое теплое всего вам самого наилучшего всем пока пока